Паша, а ты в свободное время контент про танки смотришь и всегда ты кого? Ни в коем случае, никогда. Никого. От всех отписался уже сто лет. Ты даже не переваривай никого из всех, кто делает танковый контент. Вру, вру. На ликвидатора подписан, но стрима я не смотрю, конечно, по отсутствию времени. А в последнее время что-то подсел на товарища Эвелико или какого-то, Вольфхерта. Играет мое почтение. Просто там каждый бой как наука. У каждого же есть время, когда нужно рубить и топор точить. Вот я топор точу, когда... Это в последние пару дней что-то залип. Когда уже нечего на ютубе смотреть, все поднадоело. Состояние такой опустошенности и разбитости. Не хочется ни веселого контента, ни познавательного. Хочется просто позалипать в что-нибудь. И это вот топчик. Всем советую, кстати. Кто хочет научиться... Ну не то чтобы хочет научиться, он не научит играть. Но если ты хорошо играешь и без того, и хочешь нормально, и еще лучше играть, то я думаю, это вот хорошие пилюли. Подписчик от Вольфхарта. Здорово, здорова. Добрый день, Дом Королёна Мира. Вот я хотел бы попросить тебя по поводу Эвелик. Возможно ли отмена санкций в его сторону? И что нужно сделать ему или людям, которым небезразличная его судьба? Никто меня не посылал. Просто мне хотелось бы, чтобы одни из лучших игроков этой честной игры мог соревноваться. Смотри, нет никаких санкций и все остальное. Просто человек нарушил правила турнира и он как бы забанен в нем. Все. Я тебе пока не могу сказать. Но в целом, смотри, есть мысли про изменения Девша Кап, да? Как сделать более массовым его. И может быть вот на фоне этих всех изменений, да? Так, смотри, меня играть через... А мне через что играть? Через левый или через правый? Вот. Этот. Может быть на фоне всех изменений, и может быть как раз там будет... Потому что там же не только Ульфхар, там много кто забанен. Просто он как бы из медийных, да? Один из немногих, скажем так, или один. То, что из медийных, которых известно. То, что он круто играет, я вообще не сомневаюсь. Ну, я знаю, он один из лучших игроков. Правила есть правила, поэтому... На процессе игру уже сыграл еще то, что мы с ним как бы общались. Он один из первых, кто сделал видео, что какие дырки в турнире. Мы с ним общались, с ним общались ребята из команды, которые участвуют в... Ну, то, что вообще шаг обжил, существовал. Потому что я же технически вообще не под колом. Вот. Так, может поехать налево помочь. Вот. И, соответственно, соответственно, он как бы со всеми общался, все. И потом сам такое сделал. Поэтому здесь... На него загрелись... Загрелся не только я в этом плане. Там внутри команды, конечно, тоже огорчились, так сказать. Да, на складе, на втором канале есть видос на эту тему. Подписчик Кульфхард. Спасибо, спасибо тебе. Спасибо за развернутый ответ. Просто все в этой жизни ошибались и люди совершали преступление. Не садится же на пожизненную в тюрьму. Я, конечно же, утрирую, но все же, я думаю, он все осознал. И причины, по которым он так поступил, никто не знает. Хотя, конечно, это никак не оправдывает его поступок. Ну, я могу сказать, для него это хорошо, что в итоге это видео не было опубликовано. Вот, что он сам сказал, он сам признал и все. Наоборот, положительно для него уже сказалось. Вот, так что я тут. Ну, окей, посмотрим. Я с тобой тоже согласен, все ошибаются и допускают ошибки. Вот. Здесь тоже просто, знаешь, ты там делаешь соревнования. Бывают ли лазейки в соревнованиях каких-то? Ну, вон, даже на каком-то чемпионате мира по CSGO, там, пару лет назад, или когда на оверпассе использовали баг, где чуваки делали подсадку и убивали. То есть, вот тебе крутейшая игра, чемпионат мира крупный, самый крупный чемпионат. В финале, там, или в полуфинале команда использует баг и проходит дальше. А потом, вроде, переигровка назначали, что-то такое было или дисквалифицировали их по итогу. Я не помню, там, точное решение. Но я к тому, что, ну, есть во всех, во многих соревнованиях есть всякие лазейки. Вот. Это понятно. Можно ли всех отследить? Ну, наверное, всех тяжело. Но, как говорится, кого-то ловит. Так, в итоге, если варик поспособствовать его скорейшем возрасту, пока, я пойму тебя, этот, пока нет такого варианта. Давай лучше игру. Дождем всех изменений, потому что здесь есть мысли и по YouTube-каналу запускаю шаг, а все никак не сделаю. Да, посмотрим. Ничего обещать не могу пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.